Добрый день! Мы из Украины. Я рад вас приветствовать на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 7 февраля, киевское время, 18 часов. Итак, оперативную обстановку. Ну, хочу начать с трагедии в Турции. Там продолжаются разборы завалов. На сегодняшний день число жертв землетрясения, подтвержденных жертв землетрясения, выросло уже практически до 3000 человек. Раненых больше 14 тысяч. Вот такие вот цифры. Цифры будут расти, причем расти очень сильно. Почему? Потому что, ну, по мере разбора завалов. Завалов очень много. Судя по разрушению, ну, довольно серьезное разрушение получили города и населенные пункты в Турции. И это пока еще, я так понимаю, идет работа по основным, более-менее крупным населенным пунктам. А когда они пойдут, отойдут в сторону и начнут там раскапывать деревнях, то там еще количество жертв добавится. Ну, что ж, выразим соболезнования и поддержку Турции в борьбе с этим стихийным бедствием. Кстати, там в комментариях накинулись на меня по поводу того, что я там сказал, что не помогает, якобы Россия не помогает. Нет, я не говорил вообще о помощи со стороны Российской Федерации. Я говорил о том, что в российских пабликах были отмечены записи, где они переживали за то, что, где они, ну, глумились над этой трагедией турецкой. И переживали за то, что могли погибнуть российские граждане, ну, а турецкие их не волновали, погибли или не погибли. Вот о чем идет речь. А то, что все страны помогают, тут никто не сомневается. И теперь стараются отправить туда гуманитарную помощь и своих спасателей. Ну, что ж, мы переходим к оперативной обстановке. И у нас за прошедшие сутки вооруженные силы обороны Украины, надо сказать, это комплексно, по всем оперативным направлениям и по всей линии фронта установлен своеобразный рекорд. За двое последних суток наши войска уничтожили 25 танков противника. То есть, практически сожгли танковый батальон. Кроме того, в течение суток было ликвидировано 1900 оккупантов. Это только убитыми. И, ну, фактически, вот вчерашние, вот эти сутки, которые мы сейчас будем обговаривать, количество убитых российских оккупантов составило 1030 человек. В предыдущих было там 870. И поэтому вот вместе получилось почти 2000. В принципе, если мы будем выдерживать темп уничтожения оккупантов 1000 человек в день, то мы через пару месяцев мы выйдем на хороший результат в плане снижения боеспособности российской группировки на территории Украины. И, кстати, дальше мы будем говорить в оперативной обстановке, есть факты, которые подтверждают такое сумасшедшее количество потерь среди российских оккупантов. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов и 24 авиационных удара. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей. Есть жертвы среди гражданского населения. Высокая остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Периодически авиация взлетает, и мы вынуждены как в Российской Федерации на европейской части, так и в Беларуси объявлять сигнал воздушной тревоги, потому как нет никаких гарантий, что очередной взлет российской авиации не увенчается или не закончится пуском ракет по территории нашей страны. Противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Кременная и Деброво Луганской области, а также Верхокаменская, Веселая, Красная гора, Бахмут, Ивановская, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Тут надо подчеркнуть уже неоднократно, и не только от меня вы слышите, что с северного направления, с Белоруссии, с Курской, Брянской, Белгородской области на сегодняшний день нет угрозы вторжения российских войск. Ну нет ее, нет там ударной группировки, которая могла бы вторгнуться. Возможны провокации, возможно, этого никто не исключает. Могут быть диверсионно-разведывательные группы, даже до роты, то есть до 100 человек, пытаться устроить заварушку на границе для того, чтобы не дать нам возможность перебросить наши войска с этой границы. Граница укреплена, войск там достаточно, мы постоянно проводим учения с этими войсками. Обратите внимание, как хорошо работают наши пограничники в плане выявления попыток противника проникнуть на нашу территорию. Я имею ввиду борьбу с диверсионно-разведывательными группами. Поэтому нет. Все наступления, и сегодня я буду об этом говорить в военно-политической обстановке, наступления все касаются линии фронта, от Харькова до Херсона. На каких именно направлениях, об этом поговорим чуть позже. Далее, на Сватовском направлении, это Купенско-Лиманское, продолжаются позиционные бои в районе Куземовки. В лесах Кременной враг продолжает наносить артиллерийское поражение и проводить наступательные действия. Вот здесь, к сожалению, нам иногда приходится отступать, когда артиллерия противника наносит нам огневое поражение в лесопосадках. Так, да, мы отходим, но иногда эти посадки отбиваются обратно, иногда мы просто закрепляемся на следующем рубеже обороны. На Бахмутском направлении все атаки врага на Раздоловку и Веселое потерпели поражение. Противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Окупанты имеют незначительное продвижение к северу от Красной горы, то есть северная окраина Красной горы, есть незначительный успех. Идут жестокие уличные бои в самом Бахмуте. Пока что результат окончательный сказать нельзя. Противник пытается нас оттеснить за речку Бахмутку, но на пока мы уверенно держим центр города и там идут уличные бои. Продвижение врага к трассе на Константиновку не зафиксировано за прошедшие сутки. То есть на направлении часа в Яр противник остановлен и за сутки продвижение не было зафиксировано. На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные позиционные бои восточнее самой Авдеевки, нанося врагу значительный ущерб в живой силе. Ну, очередные попытки врага атаковать Невельское закончились потерями, опять же потерями. Продолжаются бои на юге Марьинки. Противник успеха не имеет. Вооруженные силы Украины продолжают ликвидацию значительного числа личного состава противника и имеющейся у него техники. Ну, по цифрам я вам сказал. По особенностям или косвенным разведпризнакам того, что враг действительно несет сумасшедшие потери, скажу буквально через пару минут. Новопавловское направление, в частности Углидар, ситуация без изменений за сутки, позиционные бои, обмен артиллерийские дуэли и никакого продвижения со стороны противника нет. Мы надежно стоим в обороне, обороняем город Углидар. На Запорожском направлении были обстрелы, обстреляны 23 населенных пункта в Запорожье, в Запорожской и Днепропетровской областях. На Херсонском направлении 19 населенных пунктов подверглись обстрелу, это были в основном минометные и артиллерийские обстрелы. В остальном ситуация, попытки, ну это было в прошлые сутки, попытки переправиться ДРГ на легких катерах, закончились тем, что все катера, которые приближались к нашему берегу, ушли на корм рыбам в Днепре. Все были потоплены и которые уцелели, противник отошел на левый берег. В общем, если брать за сутки глобальных изменений, ситуация на линии фронта не претерпела, даже в самых горячих точках. В районе Куземовки, Авдеевки, Марьинки и Углидара все под контролем вооруженных сил Украины. Да, ситуация очень тяжелая, но она контролируема. В лесах Кременной местами приходится уступать натиску врага, это я вам уже сказал, иногда посадки приходится оставлять. Самая сложная ситуация в самом городе Бахмут. Окупанты стягивают дополнительные силы для того, чтобы продвинуться к реке. Учитывая сложившуюся ситуацию, уход наших сил за реку будет вынужденным, но правильным решением, если такое решение будет принято. Ну, в общем, я вам сказал, что мы удерживаем, пока что надежно удерживаем город, за исключением восточных окраин. Да, если ситуация сложится таким образом, что будет угроза окружения, то наши войска просто уйдут за речку Бахмутку. И тогда линию обороны, мы займем новую линию обороны, а еще река станет естественной преградой. И фактически, наверное, на этом все попытки продвинуться будут Российской Федерации. Ну, попытки будут, но продвижение будет остановлено. Тем более, что даже не поможет вот то, что я сказал, что они стягивают войска. Они стягивают туда еще подразделения, в том числе и мобилизованных, пытаясь фактически... Ну, еще немножко, и ситуация будет такова, что они строем будут идти в наступление. Почему? Потому что плотным строем. Потому что такое количество войск, которые они нагнали в районе Бахмута, не дает возможности рассредоточиться цепью и проводить штурмовые или атакующие действия наших позиций. Можно добавить, что вот эти потери, которые я огласил в самом начале, 25 танков, это было в основном, частично или большая часть их была сожжена нашими средствами, огневыми средствами под угледаром. И таких потерь больше нигде не фиксируется. Ну, я думаю, что наша артиллерия при таком развитии может повторить вот такие моменты в плане нанесения по количеству уничтоженной техники врага. Подтверждение, вот косвенное подтверждение того, что потери российских войск просто зашкаливают, говорит о том, говорит следующий фактор. Первое. По данным нашей разведки, на оккупированных территориях Луганской области у российского командования стала огромная проблема, некуда девать трупы российских солдат. И в оккупированном городе Новобсковском россияне строят стационарные крематории. То есть они будут сжигать тела солдат. Количество тел такое, что если их везти в Россию, это будут полные грузовики гробов. Точнее, пакетов с телами. Их потом уже раскладывают там. И это по России пойдет волна рассылок этих бандеролей, я бы так это назвал, бандеролей из Украины в Российскую Федерацию. Видимо, командование психологически не может допустить такой ситуации, потому что это может вызвать социальное напряжение в обществе. Поэтому принятое простое решение сжечь тела в крематории. Для этого усиленными темпами строится в Новобсковском стационарный крематорий. А теперь представьте, что тех, чьи тела сожгут, их объявят пропавшими без вести. И родные не узнают, где могилка его. Это с одной стороны. А с другой стороны, родные не получат ни копейки компенсации за потерю своего кормильца или родственника. В зависимости от того, кому приходится. Также потери настолько велики, что противник для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими лицами обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. А гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха. Вот такой очередной госпиталь. То есть, понимаете, что ненаселенный пункт, если есть медучреждение или социальное учреждение, садик, школа, сразу там военный госпиталь. Сразу там раненые российские оккупанты. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. И 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника. По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля. Все носители ракет «Калибр» выведены из акватории Черного моря. Скорее всего, они находятся на базе, либо на полуострове Крым оккупированном украинском, либо в Новороссийске из-за штормовой погоды. Сейчас на море шторма. Вот такие военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Теперь, что касается военных и военно-политических новостей, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Первое, что надо отметить, это то, что Верховная Рада Украины продолжила действия военного положения и общей мобилизации в нашей стране еще на 90 дней. Мы знаем, что президент своим указом, который потом утверждается Верховной Радой, может вводить военное положение на 90 дней. До этого Верховная Рада уже одобряла подобные решения. Это было 24 февраля 2022 года, потом было 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября. Это уже пятое продление, шестое продление военного положения и сроков всеобщей мобилизации. Следующая новость из Москвы. Разведка докладывает, что рейсы Тегеран-Москва военно-транспортной авиацией, причем уже вооруженных сил ВВС Ирана продолжаются. Мы понимаем, что везут. Везут либо комплектующие сейчас для дронов, либо уже готовые собранные дроны везут из Ирана в Российскую Федерацию. Ну, можно ожидать, через какое-то время можно ожидать очередную атаку дронами типа Шахет, дронами Камикадзе типа Шахет-136. То же самое было в прошлый раз. Было зафиксировано 10 рейсов за неделю. Это было где-то месяц, даже уже больше полтора месяца назад, перед Новым годом. И потом мы получили такую массированную атаку, в которой начиналось первую волну пошли дроны, во вторую волну пошли ракеты. Так что это косвенное может быть подтверждение того, что Россия готовится к очередному массированному ракетному удару. Тем более, что уже давно таких ударов не наносилось. Китай. Интересно, я занял позицию Китай в плане... Помните историю с Шаром, да? Я вам рассказал. Шар летал над Соединенными Штатами, причем над районом, где находятся шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. Три дня в США думали. В конечном итоге сбили этот Шар. Он упал в воду, они его подняли. А, они блокировали еще средствами радиоэлектронной борьбы, блокировали сигналы, которые передавали с этого Шара. Ну и вот, наконец-то, реакция Китая. Китай выражает недовольство из-за того, что США сбили китайский метеозонд и оставляет за собой право отреагировать на произошедшее заявление на произошедшее. Это заявил Министерство иностранных дел Китая. Китайская сторона выражает сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки уже неоднократно сообщал американской стороне о том, что аэростат предназначен для гражданского использования. И вошел в воздушное пространство США через форс-мажор. Это была абсолютно непредвиденная ситуация, говорится в официальном сообщении Китая. Тем не менее, Соединенные Штаты предполагают, что на этом зонде могла быть разведывательная информация, которая передавалась в Китай. Он передавал сигналы, Штаты это глушили. Ну, сейчас зонд выловлен, сейчас его разберут на молекулы и американские спецслужбы будут знать, что с этим происходит. Кстати, это уже, как выяснилось, не первый такой аэрозонд зафиксирован. Зафиксирован, ранее тоже были. И на территории Латинской Америки такой зонд тоже летал. Кстати, его очень тяжело сбивать. Почему? Потому что пули прошивают его насквозь, а ракета, если обстреливать его, допустим, ракетами класса воздух-воздух, ракета тоже пробивает его насквозь, это же резина, и не детонирует. Настолько мягкое покрытие, что ракета не детонирует. И, соответственно, пролетает дальше, срабатывает самоликвидатор. Но зонд просто дырявится. И представьте, сколько надо выпустить патронов или выстрелов из пушки, допустим, авиационная 20-мм автоматическая пушка или ракет, для того, чтобы сделать столько дырок в шаре, чтобы он начал терять высоту. Вот в этом плане это, оказывается, еще и проблема сбить вот такой вот аэростат. Компания, американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины. Об этом сообщает нам Financial Times. Ну, то, что мы и говорили, что вот эти Abrams 31, которые обязалось поставить, или взял на себя обязательство поставить на правительство США, теперь это уже проблема правительства США. Документ подписан президентом, правительство должно заключить договор с вот этой компанией General Dynamics. И эта компания произведет 31 танк. Скорость производства будет зависеть от оплаты контракта, заключения контракта и его оплаты. Когда мы увидим эти танки, сказать очень трудно. Сейчас руководство General Dynamics ожидает указаний, нужно ли ей отдавать приоритет Украине по сравнению с заказами из Тайваня и Польши. У них сейчас есть два заказа для Тайваня танки и для Польши. То есть, они работают, они не стоят на месте. И, видите, выясняется, что мало того, что надо подписать договор, оплатить его на изготовление 31 танка, но еще и правительство должно принять решение, кто же первый получит эти танки. Либо мы станем в очередь за Тайванем и Польшей, либо нам в приоритете изготовят 31 танк и передадут. Когда это будет, сказать на сегодняшний день очень и очень сложно. Варшава. Варшава сообщает, что они в аэропорту Варшавы, это международный аэропорт, будем так говорить, самый крупный в Польше, развернут комплекс, зенитно-ракетный комплекс Patriot. Так что, они перевозировали этот комплекс из полигона, где там обучались его применению. Теперь он был развернут в районе международного аэропорта Варшава и приступил к несению боевого дежурства. То есть, Польша потихонечку тоже закрывает свое небо, но они, как передовой рубеж стран-членов НАТО, будут защищать рубежи, восточные рубежи НАТО. Ну и еще одно сообщение этого же издания, Financial Times. Журналисты этого издания утверждают, что Киев, то есть Украина, получила очень надежные данные разведки о намерении Российской Федерации начать новое наступление. Атака может произойти в течение 10 дней. Это вот то, что сейчас все замерли в ожидании и не знают, где, куда и чего, откуда ждать. По данным издания, наиболее вероятным местом нового этапа наступления станет западная часть Луганской области в районе городов Кременная и Лиман. Мы это уже наблюдаем. Там идут ожесточенные бои. Противник перешел в наступление, усилил там танками и усилил там десант, десантными частями. И даже имеет частичный успех на направлении Кременная, на линии Кременная-Лиман. А также юг Донецкой области, ну это мы с вами знаем, это Бахмут, Авдеевка, Маренко, вот этот участок. И туда РФ тоже стягивает войска несколько недель. Ну я вам уже говорил, что в Бахмуте они скоро будут уже ходить в атаку плечом к плечу, потому что количество войск, которые они туда загнали, просто не помещается на линии атаки, которую они проводят. Вот такая вот. Поэтому обратите внимание, что все три направления вероятных атак российской армии, они находятся на Донбассе. Ни северных и северо-восточных направлений, нигде не слышно, не видно. Следующее. В Великобританию прибыли новая команда наших военнослужащих, и это уже артиллеристы. Если на прошлой неделе прибыли танкисты, из прошлого понедельника они приступили к обучению на танках Челленджер-2, и мы ожидаем уже к началу марта, ожидаем эти Челленджеры вместе с экипажами, обученными, ожидаем их увидеть уже в Украине, то сегодня приступили уже наши артиллеристы к освоению, изучению и освоению самоходных артиллерийских установок АЭС-90. Ну, это, будем так говорить, АЭС-90 это альмаматор или прородитель польского краба. Артиллерийская часть у них одинаковая, ствол одинаковый, ходовая часть отличается. Здесь британская, там польская. Тоже интересная Швейцария. Нейтральная страна, которая попадала уже не... Во-первых, она не поддерживает передачу оружия Украине, причем не просто швейцарцы отказывают. Гуманитарная помощь нет вопросов, Швейцария нам помогает, финансовая помощь помогает. Что касается техники и вооружения, швейцарцы говорят, мы нейтральная страна. Немцы попросили швейцарцев дать разрешение на передачу боеприпасов для зенитно-ракетных установок «Гепард». Почему? Потому что завод находится в Швейцарии, и Швейцария производит эти боеприпасы. Швейцарцы опять ответили, мы нейтральная страна. Никаких боеприпасов, тем более тех, которые попадут в зону конфликта, мы не дадим. Кстати, немцы даже начали теперь уже задумываться, что надо строить собственный завод. И вот вуаля, в Швейцарии полным ходом продолжаются дебаты по поставкам оружия Украине. Страна подходит к решению об отмене запрета на передачу Киеву вооружений швейцарского производства. Хотя это противоречит многовековой традиции нейтральности. Но Швейцария решила пересмотреть свою нейтральную традицию нейтральности для Украины, для того, чтобы поддержать нашу страну в борьбе с российским фашизмом. Кстати, это уже второй прецедент. Израиль, который довольно занимал жесткую позицию в плане того, что пулемет я вам не дам. Но это образно говоря. Но сейчас Бенемин Нетаньяху дал команду правительству пересмотреть это решение и определиться с поставками вооружений в Украину. Следующее заявление касается наших партнеров. Дмитрий Кулеба, наш министр иностранных дел, заявил, что F-16 может быть не первым самолетом, который получит Украина. Украина ориентируется на американские истребители F-16. Мы с вами об этом очень много говорили. Нам он больше всех подходит, потому что это универсальная платформа. Истребитель, перехватчик, бомбардировщик, штурмовик. То есть выполняет любую задачу. Маленький, легкий, довольно скоростной. Юркий такой, я бы сказал, как живчик. Куда послали, туда и полетел. Быстро прилетел, отбомбился, улетел. Вот в таком плане F-16 нам подходит. Три в одном я его называю. А теперь выясняется, что желающих очень много. И наш министр иностранных дел говорит, что неважно, какой будет иностранный самолет. Будет ли это F-16 американский, или это будет Гриппен шведский, или это будет Мираж, или Рафаэл французский. Или это будет Еврофлю... Фактор. Это все не принципиально. Принципиально открыть позицию, снять это табу и получить первую эскадрилью самолетов. А потом уже будет определяться по доступности на рынке, по обслуживанию, на какую модель делать ставку. Сказал Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. Ну и он же заметил, вот тоже я обращаюсь и к зрителям, и вы обратитесь к своим политикам, особенно я знаю это в демократических странах, практикуется, когда избиратель может напрямую обратиться к тому политику, за которого он голосовал, в его избирательном округе. Смысл вот в чем. Когда говорят, что вот там передача, помните как было, передача артиллерии западного образца, это эскалация конфликта. Передача, вот как говорил ему по дом танков, это эскалация, как говорил ему Н.Макрон, что мы бы дали вам танки летом, когда вам первые заявления. Но это же приведет к эскалации конфликта. А вот Дмитрий Кулеба говорит, когда нам говорят об эскалации, мы отвечаем очень просто. Куда еще? Что еще нужно, чтобы произошло, чтобы вы перестали говорить об эскалации? Ну, что еще не эскалировано Российской Федерации в нашем конфликте? Уже, по-моему, все. И авиация применяется, и запрещенные боеприпасы применяются, имею в виду зажигательные, кассетные, объемно-детонирующие применяются. Ну, куда еще? Уже дальше некуда эскалировать. Поэтому уже бояться слова или прятаться за термином эскалация, это приведет к эскалации конфликта, я думаю, что эта фраза на сегодняшний день уже не работает. Она уже давно разыгранная карта. И ее пора зачеркнуть. И оставить ее в истории. Ну, вот такая вот ситуация сейчас. Главное преодолеть вето. До Рамштайна следующего осталось ровно 7 дней. В следующий вторник в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, 14 февраля, на уровне министра обороны, проходит заседание в формате Рамштайн. Повестку дня пока что не оглашали, но очень многие и политики, и эксперты говорят о том, что этот Рамштайн может стать авиационно-ракетным. Что для нас было бы очень и очень хорошо. Ну, я думаю, что и времечко пришло. Пора решать вопрос о передаче нам авиации и ракет. Вчера сообщал вам о, точнее позавчера, было сообщение о гвардии наступления, которую формирует Министерство внутренних дел, 8 бригад, 1 бригада погранслужбы, 1 бригада национальной полиции и 6 бригад национальной гвардии Украины. Все они имеют свои названия. Мы еще с вами, я, точнее, немножко посмеялся, потроллил, те, кто не знает украинскую мову, что слово «людь» это злость, не переводится как злость, но не переводится как месяц февраль. Так вот, прошло 3 дня, как стартовала программа, кстати, у меня в описании к этому видео ссылка, которая работает, копируйте ее, вставляйте в браузер и заходите на официальный сайт МВД и там все все сведения об этих бригад. Так вот, за вот этих 3 дня набор будет продолжаться 60 дней, за 3 дня добровольцами записалось более 8000 человек. То есть, фактически, из 8 бригад 3 можно считать сформированными. Где-то около 3000 человек бригада. Это штурмовая пехота, еще раз повторю, штурмовая. Пока, вот как сказал Игорь Клименко, он уже у нас министр иностранных дел, Верховная Рада уже утвердила его кандидатуру, и он сказал, что мы будем работать на наступление. Пока вооруженные силы Украины обороняют рубежи, мы готовимся к освобождению наших территорий. Поэтому, кто желает поучаствовать в этом мероприятии, милости просим, пожалуйста, еще ваканты есть. Записывайтесь. Далее, ну и, как всегда, на посошок, новость, вишенка на торте, в Российской Федерации появится еще одна частная военная компания. Но пока мы с вами знаем три, две точнее. Это Вагнер, компания, и компания Патриот. Патриот, Вагнер, понятно. Но, кстати, Вагнер всегда, на мой взгляд, всегда ассоциировался с Газпромом. И, вроде бы, как говорят, что Вагнер вырос из охранной фирмы Газпрома, как там нанимали людей с опытом службы и потом готовили, и дальше они поехали охранять объекты Газпрома по всему миру и таким образом они постепенно переросли в террористическую организацию Вагнер, так называемую частную военную компанию. Сейчас на линии фронта пару месяцев назад мы услышали, что появилась компания под названием Патриот. Ее ассоциируют с министром обороны Шойгу и с начальником генерального штаба Герасимова. Говорят даже, что слухи ходят вокруг Кремля или из ворот Спасской башни раздаются слухи, что даже дали приоритет в наборе заключенных из мест лишения свободы в эту компанию под эгидой Министерства обороны России. Я вам вчера читал, как они оформлены вообще непонятно и как это происходит. А вот тут опять «Газпром». Но только уже не «Газпромгаз», а «Газпромнефть». Есть такая компания в Российской Федерации и эта ЧВК будет учредителями точнее этой ЧВК будет фирма «Газпромнефть». Ее доля будет составлять 70% и частная охранная организация «Ставцентр». Ее доля будет составлять 30% соответственно. Такое соответствующее распоряжение подписал глава правительства. Ну, я не удивлюсь, в России я давно уже говорил, что там нету права, оно куда-то там ушло в этой стране, то есть у них закон «Тайга» «Медведь-хозяин». Что хочу, то и пишу. Я не удивлюсь, что глава правительства России мог подписать такое учреждение. Я, правда, его не читал, не знаю, как они сформулировали оформление частной военной компании, потому что законодательство Российской Федерации не предусматривает наличие или такого понятия, как частная военная компания. У них это не узаконено, законом это не определено. Ну, может, они оформили ее как охранную фирму, как это было с ЧВК «Вагнер», которая до сих пор, по-моему, числится, ну да, она не может числиться частной военной компанией. Ну, что ж, вот такие вот новости произошли в мире и в Украине на данный момент, что касается военных и военно-политических новостей. сегодня чайок появился, поэтому по традиции я сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну, и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами по традиции как обычно это ответы на те вопросы которые вы прислали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Расскажите пожалуйста поступили ли дополнительные комплексы Ирис-Т из Германии или только одна установка непонятно. Я уже рассказывал но повторюсь еще раз все понятно комплексы не поступили. До конца года обещаны три комплекса к тому одному который пришел в октябре до сих пор нету. Скорее всего что-то с производством потому что там они должны быть произведены заводом изготовителем это новые комплексы правительство Германии сейчас я уже говорил появилась в прессе информация что правительство Германии ведет переговоры со Швейцарией точнее со Швеции о передаче нам тех комплексов которые есть у Швеции правительство Германии готово выкупить эти комплексы для Украины у Швеции вот так решается вопрос но пока это все в бюрократическом процессе комплекс на сегодняшний день в Украине ИРИСТ 1 других пока не поступало следующий вопрос танки Т-34 которые враг сейчас стаскивает с Азии не делает ли он ставку в недалеком будущем на них после применения им же ядерного оружия по идее только они останутся в строю и смогут атаковать так как в них нет электроники и они будут пригодны пригодны ведь по факту это же просто трактор все на механике и что в таком случае сможем противопоставить им мы неправда наоборот Т-34 он вообще не предназначен для применения боевого применения в условиях в условиях оружия массового поражения смотрите вся современная боевая техника она закрывается герметично герметично для того чтобы отравляющие вещества и радиация не проникали внутрь машины в современных машинах боевых машинах пехоты бронетранспортерах в БМП и в танках в первую очередь имеется так называемая паза система противоатомной защиты которая включается в случае угрозы применения противником ядерного оружия и машина все люки задраиваются они герметично закрываются плюс включается фильтровентиляционная установка которая создает внутри машины избыточное давление и воздух очищенный воздух из машины если есть где-то щелочка он из машины просачивается наружу но никак не наоборот и таким образом глушится двигатель на момент на момент угрозы применения ядерного оружия машина стопорится происходит там допустим ядерный удар там тактический пробивается брешь там в обороне противника после прохождения ударной волны она последняя идет она самая медленная из всех поражающих факторов ядерного взрыва после прохождения ударной войны волны механик включает массу заводит двигатель и все прекрасно работает и все едет дальше современная техника предназначена для боевого применения в условиях ядерного оружия в условиях ядерной войны Т-34 не имеет герметичного герметичного боевого отделения вместо тримплексов у него смотровые щели поэтому экипаж через воздух проникающий а еще там засасывается воздух снаружи через эти щели в танк потому что конструкция танка сделана таким образом что он воздух двигатель для своей работы берет из изнутри танка таким образом они решили проблему фильтрации там так легче меньше и заодно вытяжка дыма создается тяга и вытягивает пороховые газы которые образуются во время стрельбы потому что там тогда эжекторов не было и там обычная казенная часть точно такая же как у обычного артиллерийского снаряда и поэтому очень большое количество прорыва вот этих пороховых газов после выстрела и теперь представьте радиоактивный воздух ударная волна соответственно через щели плюс радиоактивная пыль вспышка если кто-то будет смотреть в эту щель и в современных машинах все триплексы зачехляются есть специальная шторка которую быстро экипаж закрывает на момент ожидания ядерного взрыва вот здесь ничего нет поэтому экипаж танка получит сразу хватанет дозу радиации ну и в дальнейшем будет просто уже медленно умирать вы же понимаете что у нас лучевая болезнь на сегодняшний день неизлечима нету препаратов которые бы могли остановить развитие лучевой болезни степень облучения единственное что влияет это чем меньше степень облучения тем дольше мучается человек тем он дольше умирает чем сильнее степень облучения тем быстрее наступает летальный исход поэтому наоборот 34 как трактор вы абсолютно правы в качестве механики да но тогда экипаж должен сидеть в этом танке в костюме общевойсковом защитном костюме ОЗК есть такой костюм он одевается ну в броне очень сложно одевать на себе ну как бы сам тренировался когда-то в армии одевать в бронетехнике этот костюм это первое и второе я вам скажу так что вы в нем много не навоюете очень тяжело противогаз и костюм ОЗК тем более что его снимать будет нельзя если еще в бронетехнике современной где не будет проникновения внешнего воздуха за счет фильтра вентиляционной установки там можно будет снять общевойсковой защитный комплект или хотя бы снять противогазы хотя бы чтобы нормально дышать то в 34 нет экипаж приплывет очень-очень быстро здравствуйте слышал такое мнение что некоторые танки не смогут переехать через наши мосты и их не выдержат наши железнодорожные платформы для перевозки прокомментируйте пожалуйста по железной дороге сразу скажу все выдержит у нас есть 60-ти тонн и платформы для сверхтяжелых один танк на одну платформу все они весом примерно в 60 тонн так что все прекрасно все прекрасно выдержит есть еще эти самые есть платформы по повышенной грузоподъемности плюс есть еще тягачи по территории Украины можно вполне возить и тягачами это будет кстати даже быстрее чем железной дорогой потому что погрузка разгрузка рампа там и все остальное так что это это ерунда это брехня о том что платформы не выйдет есть шестиосные платформы грузоподъемность 60 и по-моему 80 тонн 60 точно есть что касается мостов да мосты могут не выдержать но для этого нам дают инженерную технику типа танковых мостов укладчиков которые обеспечивают переход танков через небольшие речки и овраги кстати эти танковые мостов укладчики поступают нам еще с начала лета и основной поставщик этих мостов укладчиков Германия и у нас их уже довольно достаточно большое количество и на сегодняшний день я еще ни разу не слышал чтобы кстати и наши танки но смотрите если мы говорим дороги там не государственного значения а областного и районного особенно районного значения дороги там мосты по 20 тонн в основном редко когда встречаются мосты 40 тонн наши танки 46 тонн так ну их же выдерживает выдерживает и здесь тоже может выдержать не выдержать значит объедут не объедут значит мостов укладчик вызовут он заедет в овраг к реке положит этот мост они спокойно по нему переедут так что это не проблема главная проблема чтобы танки были вот будут танки тогда мы найдем как их переправить через речки и мосты добрый день у меня вопрос по нашим истребителям могут ли МиГ-29 и Су-27 сбивать ракеты С-300 и С-400 если наши системы ПВО на данный момент не могут справиться с перехватом этих ракет то может ли справиться наша авиация и могут ли одновременно несколько самолетов прикрывать небо например над Харьковом или Киевом нет не могут почему потому что ракеты комплекса С-300 и С-400 сверхзвуковые самолет должен быть в районе вероятного пролета ракеты находиться на сверхзвуковой скорости чтобы догнать и перехватить если догонный курс или встречный курс или курс перехвата поперечный поймите это просто невероятно какое количество надо самолетов для того чтобы обеспечить круглосуточное их присутствие в воздухе или каждый раз поднимать авиацию на момент применения этих ракет это раз второе у них это не те модификации самолетов которые сегодня могут видеть небо они воздушный бой ведут с большим трудом у них фазированная решетка то есть бортовая РЛС еще старых советских времен вот допустим Ф-16 да он может перехватывать у него специально сделан усиленный радар и он может работать в комплексе с противоракетной системой с Патриотом или с САМПТ он может работать кстати почему-то прижилось название САМПТ у нее довольно у этой системы очень хорошее название очень мне нравится называется она МАМБА вот вот это итало-французская система которую мы сейчас должны уже скоро получить наши расчеты уже на ней обучается так вот Ф-16 с ними в спарринге работает и он может работать как истребитель перехватчик МИГ-29 и Су-27 очень мне кажется далеки от этого в плане работы в качестве перехватчиков Сомнительность Леопард-1 Добрый день Вы подвергли сомнению целесообразность поставки Леопард-1 и что якобы они в сухую проиграют Т-72 А вот в этом ролике со ссылкой на тактико-технические характеристики ну тут в описании есть ролик скорость мощность удельная мощность на тонну веса броня бронепробиваемость снаряды системы управления огнем доказывается что Леопард-1 в версии А5 существенно превосходит Т-64 и просто превосходит Т-72 я с вами абсолютно согласен вы абсолютно правы в версии А5 сколько таких танков и дадут ли нам танки в версии А5 в танке в версии А5 там уже стоит система управления огнем не прибор не баллистический сумматор не прибор а система управления огнем да у него там боеприпасы к нему есть да тут я ну вопрос дадут сколько будет А5 мы на сегодняшний день к сожалению не знаем если это будут А5 все А5 танки в этой версии то да конечно в принципе это будет о хорошей подспорье кстати количество танков увеличено 187 танков готовы нам передать Германия там завод-производитель и Германия это самое готовы передать нам такое количество танков но правда это не завтра почему потому что некоторые танки требуют ремонта вплоть до капитального они находятся на хранении очень давно танк прекратил выпускаться в 1984 году есть он на вооружении ну там немножко по 10 там 20 экземпляров правда есть конечно есть страны которые в Латинской Америке там и по 100 танков есть Леопард 1 страны которые имеют ну посмотрим в принципе на безрыбье как говорится и рак рыба и в качестве как пушки вот как было предложение я там зачитаю в комментариях по поводу самоходной пушки потому что там нарезной ствол 105-миллиметровый то в принципе да и кстати боеприпасы нашли многие эксперты сокрушались что может быть проблемы с боеприпасами потому что старый танк давно не выпускается и боеприпасы к нему тоже так вот напомнили что пушка была на нем стоит такая же пушка как на М-60 танке и предшественники еще более ранней версии и таких боеприпасов особенно в Соединенных Штатах в Штатах осталось очень и очень много так что с этим не проблема я с вами согласен что в версии А5 Леопард 1 довольно неплохой танк и вполне может составить конкуренцию Т-64 и Т-72 ну вот кстати они подряд идут эти два вопроса снаряды для Леопард 1 цей танк моя британскую гармату Royal Ордансе L7 А3 с снарядами 105 на 617 мм в стандарте НАТО это станок 44-58 ця гармата была очень популярна она использовалась в версии М-68 а не М-60 а М-68 из США в танках М-60 разных версий М-1 Абрамс даже она устанавливалась М-11 27 страйкер французских АМХ-30 ранних корейских К-1 та израильских Меркава 1 та 2 та інших израильских танков та багато інших систем До речі словенский М-55С має таку ж гармату та снаряды мы их уже використовуємо Багато краин виробляла та використовувала снаряды 105-мм я думаю легко можно найти их запасы в першу чергу США Ну это вот то что я вам сказал что пушка там стоит самая распространенная кстати ну у нас сейчас этот М-109 и Л-109 это вот полевые гаубицы 105-мм я так понимаю что примерно то же самое вот но раз они здесь не упоминаются значит боеприпас отличается немножко ну калибр тот же так что даже если использовать эти танки в качестве полевой артиллерии для поддержки огневой поддержки пехоты ввиду того что пушка нарезная кстати не знаю вот был еще один там комментарий по-моему он есть по точности этой пушки ну не буду забегать опять же не буду опять же забегать вперед все будем рассматривать по порядку ну да эпопея Леопарда 1 продолжается вот то что я говорил Леопард 1 вполне сошли бы за подвижные достаточно защищенные полевые орудия выехали отстрелялись быстро ушли оккупанты не стесняются тащить гаубицы периода второй мировой и скажите кому-то что снаряд который прилетел из старой гаубицы или много снарядов менее смертелен чем снаряд современный вот если старые танки поставляют вместо новых то да это гнусная пакость а если это дополнительное средство от него воздействия на противника то вполне себе приемлемо ну вот такой вот у нас получился трептих о танках Леопард 1 в плане их характеристики боевого применения в принципе каждая версия имеет право на жизнь вот та которую я вчера озвучил что довольно слабенький танк особенно по живучести на поле боя в плане броневой защиты ну танкисты говорят что стрёмно было бы садиться в этот танк имея имея в качестве противника Т72 Б3 Т80 БВМ версию или Т90 вот а тут видите если версия А5 оказывается вполне конкурентоспособной и вполне живучей может дать бой и 64 и 72 двойки ну что ж вот такая вот сегодня вопросная часть была и и на этом мы вопросную часть наверное с вами закончим и у нас остается третье это приветствие комментарии и пожелания которые вы прислали к предыдущим видео и первым таким комментарием сегодняшнего видео будет следующий RCH 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 155 новая гаубица Бундесвера чему за леопарды хай а про гаубицы мовчать Германия нам надоет 10 таких гаубиц бескоштовно и 18 начебто мы замовили их поставлять до 25 року но у вас данные оптимистичны очень но давайте два слова RCH 155 кстати такое впечатление что в Германии закончился закончился зоопарк гаубица P PZ H 2000 рабочее название было бегемот они хотели назвать так но потом почему-то отменили оставили точнее вариант названия был бегемот но потом они оставили рабочее название PZH 2000 и сейчас новая вышла у них гаубица колесная гаубица RCH 155 закончился зоопарк в плане названия гаубица вот это RCH это следующая это производная от PZH 2000 только это колесный вариант более облегченная база и гаубица автоматизирована она может она примерно как арчер может вести огонь в автоматическом режиме то есть башня необитаемая башня необитаемая но работает она без может работать без экипажа то есть экипаж этой гаубицы составляет 8-миколесная база бронебаза у нее и экипаж этой гаубицы составляет 2 человека командир и водитель управляют они управляют они из кабины прямой конкурент арчера прямой и по PZH они примерно одинаковые но если автоматика выходит из строя или есть какие-то проблемы то тогда заряжающий наводчик может находиться может залазить в башню и вести огонь уже в ручном или в полуавтоматическом режиме этим она отличается от арчера и это новинка значит она была представлена ее сделали в 2014 году она уже была представлена на выставке но особенность а из особенностей надо отметить то что это первая в мире колесная гаубица которая может вести огонь в движении то есть на ходу она может стрелять это первое отличие ну а из минусов надо отметить то что в 2014 году ее разработали приняли на вооружение по сей день ни одного заказчика ни одного покупателя Украина первый заказчик этих гаубиц насчет 10 которые вы пишете я не знаю не слышал я такой информации что 10 штук нам дают я знаю что Украина заказала 18 гаубиц RCH 155 и они будут поставлены в течение 30 месяцев то есть до 2025 года и мы первые будем первыми операторами первая армия в мире которая будет иметь на вооружении один дивизион вот этих гаубиц то есть 18 штук может быть вы ошиблись в том что первые 10 передадут в течение нескольких месяцев если они у них есть допустим изготовленные в металле а остальные доделают в течение 30 месяцев как описано в договоре казахи говорят что через них в России идут эшелоны с танками из Китая вот вам ну в принципе вполне возможный вариант я понимаю что информация не проверенная вот было бы неплохо если бы вы где-то фотку выложили этих эшелонов чтобы можно было посмотреть и определить геолокацию где была сделана фотка насколько это соответствует действительности хотя я такой вариант не исключаю Китай действительно с Казахстаном построил большегрузную высокую и железнодорожную ветку которая имеет довольно большую грузопропускную способность они шелковый путь таким образом отстраивали один пояс один путь по проекту вот и да граница прямая Китай уже был уличен что он поставляет России комплектующие для производства вооружения различных типов вооружений вполне возможно что передают в Китае очень много советского вооружения до 2017 года почти больше или львиная доля вооружений в китайской армии была советская советского образца она была в основном китайского производства но советского образца вот как Калашников есть два автомата есть один автомат российского производства один автомат китайского производства точно так же и танки и бронетранспортеры и все 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 остальное Китай производил Советский Союз когда-то в свое время очень на многие вещи продал или подарил или продал трудно сказать нет данных лицензию на право производства этого вооружения Поэтому вполне возможно, в Китае очень много советских образцов вооружения, и посмотрим, увидим танки на поле боя, танки, в которых будет на шильдиках написано китайскими иероглифами, если это соответствует действительности. А вот по поводу комментариев, я сказал, что вот как можно, я зачитал комментарий, что уровень жизни в России, деревянная изба, нет туалета в этой избе и нет воды, и из колодца не бросить трубу никто не собирается, все ходят всю жизнь с ведром, с коромыслом и двумя ведрами по воду к колодцу. Так вот, еще один написал комментарий, людина пише, я думаю, это не уровень жизни, это способ жизни. Розмовлял с шабашником, который работал на России, в него шок, на России неможливо загнать левые будильные материалы, все на пропой, все, все, что есть, пропивается, такая ментальность. Ну да, у нас иногда заработчане ходят, инструментом с рук продают, или какие-то материалы строительные говорят, что хозяин рассчитался вот инструментом, продаем по дешевке, или там цементом рассчитался и продаем мешки по дешевке. Нет, у них, видите, все меняется на спиртное. Вот такой комментарий, интересный по поводу снарядов Кхаймарс с дальностью пуска до 150 км. Это снаряды GLCDB. Так вот, у этого снаряда стоит бомба GBU-39 с массой взрывчатого вещества 93 кг, а не 17 кг. И 17 кг только у версии с лазерным наведением. А вряд ли кто-то будет подсвечивать лазером на расстоянии 150 км. Так вот, кстати, почему 17 всплыло, потому что именно о такой бомбе с лазерным наведением шла речь в плане передачи нам этих боеприпасов. Вот в чем, где собака порылась, покопалась и ушла. Поэтому тут я знаю, что если без лазерного наведения, то 93 кг практически даже больше, чем у обычного снаряда Хаймарс. У обычного снаряда 90 кг, боевая часть Хаймарс, он летит на 74 км. А здесь 93 кг, он летит на 150 км. Но почему о нем не вспоминали, потому что речь шла именно о лазерном наведении. Вот комментарий по поводу шара. Шар с китайской шпионской камерой сбили. До этого Пентагон глушил сигналы с этого шара, которые исходили. Так как размер его солнечных батарей размером с три больших автобуса. Для безопасности, чтобы обломки не упали на дома, его сбили над водой. Да, подождали, когда он выйдет на акваторию океана и там его сбили. Система Трофи, это система активной защиты танков, устанавливается на самых последних модификациях Абрамса и Леопарда. Нам их не видать. В принципе, этого и следовало ожидать. Я так вам и сказал, что если это суперсовременная система, то мы можем ее не увидеть. Или она должна быть установлена по отдельному распоряжению. Она не отводит ПТУРы, как штора, а сбивает. Да, у нее заряды выстреливаются навстречу летящим снарядам. Есть более новые разработки. Иран ФЕСТ и наша система, это отечественная система ЗАСЛОН. Эффективная даже против подкалиберных снарядов. ЗАСЛОН можно поставить на любой танк или бронетранспортер. Вот что нам нужно. Вопрос упирается, вы же понимаете, что вопрос упирается в производственную базу. Где нам производить эту систему ЗАСЛОН? Установить мы ее можем даже в полевых условиях, в палатках, с подогревами. Сделать мастерами, они там все прикрутят. А вот где произвести саму систему ЗАСЛОН? Вот это на сегодняшний день. Нашим героям слава, потому что наши ребята еще идут защищать нашу родину с протезом, без ноги. А вражки их вояки сами себе портят конечности, чтобы не воевать в чужой стране. Поэтому перемога будет за нами. Слава ЗАСЛОН Украине. Украине. Слава Украине. Ну вот еще одно тоже, еще одно комментарий по поводу вот этих бомб GLCDB или GBU-39. Эти бомбы имеют целых 93 килограмма взрывчатого вещества в боевой части. Общий вес самой бомбы 130 килограмм. Это уже не совсем один снаряд. По взрывчатому веществу получится примерно как 4 снаряда точно в одно место. Ну имеется ввиду в сравнении с артиллерийскими боеприпасами. Ну вот такой комментарий. Народу Турции и Сирии соболезнования это ужасная трагедия. Увы природа лишний раз показывает кто хозяин на этой земле. Погибшим земля пухом. Да, очень прискорбный катаклизм произошел в Турции. Ну вот такой комментарий. Сам видел как АСА сбила ракету Смерч. Упала рядом со мной в 25 метрах. Полная боевых элементов. Ну Смерч кассетник обычно кассетный. Он мне раскрылся естественно он был наполнен. Я вам скажу, что на войне случается все. И два снаряда могут в воздухе встретиться. И две пули могут в воздухе встретиться. Из-за плотности ведения огня. И комплекс АСА может сбить снаряд Смерч. Поэтому все в этой жизни все случается. А на войне тем более. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим наше видео с вами. Я благодарю вас за ваше внимание. За то время, которое вы уделили и досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Кто не подписан, подпишитесь на мой канал. И вы будете всегда в курсе событий. А может быть на ваш вопрос прозвучит ответ в моем видео. Если видео понравилось, поставьте лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей спонсорской помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну что ж, а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok